Пасхальный крестный ход традиционно начинается у стен Михаила Архангельского собора. Собираются люди, совершается богослужение, звучит «Христос воскресе!» Еще когда учились в колледже, на отделении сестер милосердия, зародилась такая традиция. И для нашей семьи это очень ожидаемый момент, это совместная радость. Здесь всегда очень много знакомых, и очень приятно разделить эту радость вместе со всеми. Все-таки такое событие, в котором ты не хочешь молчать о нем, и когда идешь с таким большим составом, это очень радостно, особенно когда тебе отвечают на такое радостное событие. Екатерина и Мария – матушки, жены священников. У Марии муж служит в Дивееве, у Екатерины – в Нижнем Новгороде. Традиционно встречаются на пасхальном крестном ходе. Отправились. И снова, традиционно, самое интересное и яркое в пасхальном крестном ходе – подарки от митрополита. Владыка Георгий раздаривает пасхальные яйца, а для людей это очень азартный и радостный аттракцион. В крестном ходе есть семьи, которые ходят десятилетиями, а также подростки и взрослые, которые попали в первый раз и в восторге от происходящего. В работе, на работе, то дела. Вот случайно сегодня узнала от подружки, что сегодня крестный ход. Иду с удовольствием, получаю. На душе светло, прям как солнечный день. Это тоже первый раз так получилось. Дела житейские. Бог простит. Но сегодня прям удовольствие получаем. На душе светло, радостное. Христос воскресе. Боже и благодать. По данным МВД, в крестном ходе приняли участие 3900 человек. Впереди с иконами и хоругвями шли представители Нижегородского Свято-Георгиевского общества хоругвеносцев, Нижегородского казачества, воспитанники Нижегородского графа Аракчеева Кадетского корпуса. В крестном ходе участвовал и хор Нижегородской духовной семинарии. Традиционный пасхальный крестный ход в этом году немного, что называется, переформатирован. Во-первых, он идет без остановок, быстро. А во-вторых, не до Благовещенского монастыря, как обычно, а до Кафедрального Александровневского собора через Канавинский мост. Непосредственно сам крестный ход завершается у стен Кафедрального собора. Звучит соборный колокол весом в 64 тонны. Многим интересно выстраивается очередь, чтобы прикоснуться к тяжелому колоколу. Я всех приветствую из нижегородцев и гостей нашего города. Пускай весь о воскресшем Христе проникает в наши сердца. Тот гроб, тот свет, исходящий от гроба Воскресшего Спасителя, освящает наши души. Аминь. Христос Воскресе! Аминь Воскресе! Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил Царь Пасху весом 400 килограммов и гигантский кулич в 200 килограммов. Царь Пасха приготовлена по старинному рецепту мастерами в Ростове-на-Дону. Кулич нижегородский, украшен пищевым кондитерским декором, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками. Готовится этот кулич по старинной технологии с применением опары из большого количества яиц, масла, муки, изюма и сахара. В завершение праздничного вечера после раздачи кулича и Пасхи верующим здесь же у стенка федерального собора состоялся небольшой концерт. Мать Российская земля Мать Российская земля Там много славы про тебя Освящается куличи всякое место в имя Отца и Сына и Святаго Духа. Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил пасхальные куличи, которые будут доставлены людям, находящимся в местах лишения свободы. Сегодня мы освящаем тысячи куличей для наших братьев и сестер, которые находятся в вузах, в заточении, в местах заключения, чтобы им принести пасхальную радость о воскрешенном спасителе. Всего освящено 4300 куличей общим весом 350 килограммов. Подарки приобретены на средства благотворителей. Ежегодно у нас существует традиция поздравлять осужденных с Пасхой Христовой. И в этом году как-то особенно подошли к этому мероприятию. Помимо того, что священники, которые кормят учреждения и поздравляют осужденных, дарят куличики, в этом году централизовано. По благостным митрополитам Жегородского Арзамаского были закуплены куличи пасхальные для 4300 осужденных и подследственных, вот, и подсудимых. И в этом году с помощью волонтеров мы развезем их по колониям и порадуем наших подопечных. Освященные куличи получат в двух следственных изоляторах в Нагорном и Кстовском благочиньях и четырех колониях в Канавинском, Автозаводском, Борском и Воскресенском благочиньях. Доставить пасхальную радость помогут волонтеры Нижегородской епархии. Для жителей дореволюционной России Пасха была одним из главных праздников года. После отделения церкви от государства праздник этот попал в опалу, но народ от него не отказался. Уцелела Пасха и в СССР. Я помню, как моя совершенно невоцерковленная мама всегда перед Пасхой красила яйца и готовила очень вкусную творожную Пасху. А моя бабушка, папина, мама, человек глубоко верующий, в страстную субботу всегда нас с сестрой уговаривала «Только не ходите на танцы! Бог жениха хорошего не даст!» Я, честно говоря, в то время о женихах еще совсем не думала, и о страстной неделе, о страстной субботе совершенно ничего не знала, но бабушку слушалась. А она на следующее утро, в светлое Христово воскресенье, всегда принаряжалась, надевала белый платочек и со всеми христосовалась. И я, советская школьница, воспитана на постулате религии «Опиум для народа», всегда на ее «Христос воскресе» отвечала «Воистину воскресе!» И в храме на этот раз регент позвала его встать на клирос, спрятала от милиции. После этого 25 лет отец Александр был прихожанином этого храма. Прошло много лет, но он до сих пор вспоминает свои мальчишечьи переживания, когда, упав с лестницы, порвал новую рубашку, которую накануне Пасхи мальчику купила мама. Это было принято – покупать к Пасхе обновы, делать дома генеральную уборку. В моей семье всегда почитался чистый четверг. Обязательно в четверг бабушка и мама брали выходной, и у нас была генеральная уборка. И обязательно в четверг все мылись. А мы, дети, очень любили на Пасху. Это в подростковом уже возрасте. С ребятами ходили, брали дома яйца, играли в песочнице, катали яйца. Никто не понимал, для чего мы красим, никто это не объяснял. Но прекрасно все знали, что на Пасху нужно выйти и поиграть на улице в песочнице с яйцами. Когда с яйцами поиграли, начинали раздавать эти яйца, дарили друг другу. При этом всегда говорили «Христос воскресе!» И в ответ всегда получали друг от друга воистину воскресе. В эпоху застоя возникла необычная традиция на Пасху посещать кладбище. Это была своего рода альтернатива богослужению. Ведь большинство храмов по-прежнему были закрыты. А те немногие, что действовали на великие праздники, особенно на Пасху, переполнялись. Тогда, конечно, было очень много народу. Тогда открывали все двери и окна. И если бы вот так, как сейчас сквозер-коптеры снимают, да, то я думаю, там была бы такая картинка, что, значит, храм, и против каждого окошка стояла бы группа людей. То есть вот такая была бы вокруг лучики, такие были вокруг всего храма. Ну, стояло настолько на три, на четыре человека вот так, чтобы слышно было хотя бы что-то. И если кто-то дремал, вот это тоже у меня на всю жизнь, это я помню, вот стояло, вот стоим так, да, отец вот мне скажет, да не, вздумайте свечи зажечь, а то сгорим все. Вот. И если кто-то начинал дремать, и вся церковь начинала, как это бушующее море, то в одну сторону, то в другую. Для нашей семьи Пасха – это было время встречи всех родственников. Мы обязательно все встречались на кладбище, навещали бабушек и дедушек. Это уже потом во взрослой жизни я узнала, что в Пасху нужно ходить в храм, а не ходить на кладбище. И ходить нужно на кладбище в родительскую, а это уже во вторник, в следующей неделе. Но тогда, в советское время, мы все встречались, все близкие, родственники, мы встречались на кладбище, убирались, вспоминали ушедших, навещали все могилы. Ближе к перестройке борьба режима с религией становилась профанацией. В храмы стало можно ходить, не переживая за возможное наказание. А в конце 80-х, начале 90-х начали открываться закрытые в советские годы церкви. Народ повалил туда толпами. Иерей Илья Третьяков вспоминает 1991 год, первую Пасху в восстанавливающемся храме в Большом Казино. Я помню тот контраст разрухи всеобщей, еще горы строительного мусора по углам, только вот этот восстановленный один, более-менее приспособленный для богослужения, предел в честь Печорской иконы Божьей Матери, и та необычайная радость, которая наполняла сердца людей. И именно эта радость о воскрешенном Господе, она согревала людей, потому что отоплений здесь не было, и пар шел изо рта, здесь было очень холодно, но несмотря на внешнюю неустроенность, люди старались поучаствовать в богослужении, приобщиться к радости о воскрешенном Спасителе. Десятилетия запретов закончились, сегодня Пасха, как и в дореволюционное время, один из самых главных и любимых праздников россиян. Храмы полны, пасхальный трезвон на всю округу, на всю страну возвещает радостную весть. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова